Сегодня состоялось очередное заседание Городского совета по культуре и искусству. Первым повестки дня значился отчет об итогах работы Парка Победы в текущем сезоне. В этом году парк заработал более 7 миллионов рублей. Основная часть доходов сложилась от продажи билетов на аттракционы. Их посетило более 150 тысяч волгодонцев. Цифры, внушающие оптимизм, если бы не одно «но». Изношенность парка аттракционов составляет 80%, а новые покупать нет средств. Вот и получается замкнутый круг. Ведь в один прекрасный момент все они выйдут из строя. И чем тогда будет зарабатывать на жизнь парк? Единственный вариант выхода из тупика – брать аттракционы в лизинг или рассчитывать на поддержку городских властей. Пообещав подумать, перешли к теме организации новогодних праздников. В целом все пройдет как обычно. Мероприятия начнутся 20 декабря и закончатся 20 января. Во всех городских ДК будут организованы утренники и представления для всех возрастных категорий. Цена билетов в этом сезоне будет колебаться в пределах 350-550 рублей. Однако будет и сюрприз. Городские власти решили вспомнить забытую старую традицию. Очень долгий период не проводилось подобное. 25 декабря в ДК имени Хурчатова провести новогоднюю еду кумора. То есть традиционно такие мероприятия проводятся губернатором, президентом Российской Федерации. Мы хотим сделать это на уровне города. Это спектакли. Сюжет уже в принципе продумывается, сценарий разрабатывается. Категории участников планировано делать разнообразной. То есть это та категория и социально изученные, и одаренные дети. То есть по определенным квотам. Каждому ребенку планируем на этом новогоднем елке море обучить памятный подарок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!